Внимание! Подогнём! Первыми на огневой рубеж выходят бойцы СОБР. По легенде, в доме преступники держат заложников. Условия максимально приближены к реальным. Поразить цели нужно с разного расстояния, перемещаясь по комнатам. Время не ограничено, но действовать нужно быстро и точно. От этого зависят оценки. Металл поражён не полностью. Четыре копия поражены, вот тот копия не поражён. Очень жёсткий. Самые жёсткие правила в стрельбе по судейству – это в практической. За малейшее нарушение стрелок дисквалифицируется в соревновании. Точность, скорость и мощность, так называемые. Здесь нужно быстро и точно выполнить упражнение. И найти этот баланс между скоростью и точностью. То есть можно отстрелять быстро, но с плохим результатом. Это не принесёт очков. Можно также медленно, аккуратненько отстрелять, но времени. Соревнования по практической стрельбе среди силовиков проводят два раза в год. В этот раз на огневом рубеже встретились представители пяти ведомств. Среди них полицейские, таможенники и росгвардейцы. В меткости силовики состязаются одновременно на трёх площадках. И подготовиться к испытаниям заранее невозможно. О том, что предстоит выполнить, участники узнают перед выходом на огневой рубеж. Ситуации нетипичны. Они каждый зависит от оперативной обстановки и что мы делаем. Но в нашем практике автомобили мы останавливали путём повреждения шин. По людям в городских условиях Бог миловал. Для нас это в любом случае способ подготовки и способ улучшения свои навыки владения оружием. В течение дня правоохранители прошли шесть этапов. По предварительным данным, лучше других отстрелялись сотрудники Росгвардии и полицейские. Соревнования продолжатся, но уже на межрегиональном уровне. В тире наши силовики посоревнуются в практической стрельбе с коллегами из Воронежа и Тамбова. Дмитрий Курмаков, Михаил Жилкин. Липецкое время.